всем бодрое утро сегодня мы с вами встречаемся по теме которые я запланировала еще в самом начале своей жизни в инстаграм понимая как она важна многим специалистам многим родителям сегодня мы умеем диагностировать это нарушение называется эта тема слуховая наропатия и я сейчас уберу комментарии а потом в конце включу поэтому берегите свои вопросы буду обязательно на них отвечать ну если знаю на них ответ если нет то извините не на все ответы на все вопросы знаю ответы но постепенно благодаря науке мы можем узнаем все про это больше и так слуховая наропатия что это такое и чем дети со слуховой наропатией отличается от остальных детей с нарушениями слуха и я сейчас картинку такую на повешен слайда для того чтобы объяснить в чем особенность таких детей вообще это мы достаточно недавно научились диагностировать такое нарушение и смогли это на дело когда появился такой метод как регистрация вызвано от окостической эмиссии и и мы стали обнаруживать детей потому что этот метод как бы говорит о том что волосковые клетки в улитке нормальные именно этот метод используется для выявления детей с нарушениями слуха в роддомах потому что он этой миссии то есть этот сигнал такой звуковой который можно зарегистрировать в ухе наружном с помощью специального очень чувствительного микрофона и он есть у всех детей с нормой слуха и даже если небольшое снижение слуха есть независимо от того где это проблема возникла в среднем мухе например там у ребенка отит и неподвижная барабанная перепонка мы тоже не зарегистрируем вот акустическую эмиссию да и мы тогда выявим очень маленькое нарушение слуха мы не зарегистрируем если у ребенка только началась гибель волосковых клеток которые преобразуют звуки в электрические импульсы и даже небольшое снижение слуха будет проявляться в том что эту миссию не зарегистрируем то есть этот метод собственно говоря и стало понятно что мы можем проводить эти обследования детей у новорожденных потому что уже очень только что родившихся детей на третий-четвертый день можно зарегистрировать эту эмиссию но вот когда этот метод появился еще он не был внедрен в роддомах но уже в таких центрах больших уже появилось оборудование для регистрации этой эмиссии вдруг мы обнаружили что есть дети у которых есть эмиссия при этом нет потенциалов мозга которые для нас всегда до этого были вот самый главный метод выявления нарушения слуха у детей при этом ребенка могут быть хорошие реакции на звуки несмотря на то что реакции мозга нет по потенциалам могут быть отсутствие реакции на звуки несмотря на то что есть вот акустическая эмиссия то есть проблема обычно детей ну вот скажем с разной степени тугоухостью и прежде всего с большой степени тугоухости она во внутреннем ухе в улитке и там гибнут те самые волосковые клетки которые вот преобразуют эти звуковые колебания в электрические импульсы и все понятно они погибают частично если это небольшая степень снижение слуха и тогда не хватает как бы энергии этих этих клеток для того чтобы передать полный сигнал мы надеваем слуховые аппараты он усиливает звук слуховой аппарат и он стимулирует сильнее эти волосковые клетки тогда звук слышим а если совсем с волосковыми клетками беда и они большая часть их погибла в улитке то тогда мы делаем кохлеарную имплантацию вводим в улитку вот эту цепочку электродов которая стимулирует окончание вот и не совсем слуховой нерв на окончание которые приводят к стимуляции слухового нерва и ребенок слышит что же происходит при слуховой норопатии вот это такое удивительное нарушение которое проявляется прежде всего на уровне слухового нерва то есть у ребенка может быть при этом быть волосковые клетки да но прежде всего там точно есть наружные волосковые клетки и поэтому мы регистрируем мотоакустическую миссию а вот слуховой нерв при этом работает волокна слухового нерва не синхронно вот на нижнем графике справа там показано как работают волокна слухового нерва в норме то есть они все срабатывают синхронно при подаче звуков а вот дальше когда при слуховой норопатии тому разнообразные комбинации в работе слухового нерва ну первый вариант это когда внутри волокна да вот здесь пример приведем три волокна слухового нерва срабатывают на звук и но они и они срабатывают синхронно но с большой задержкой по сравнению с нормальным передачей звука следующая картинка она говорит о том что они они срабатывают но не синхронной тогда ответ который приходит в мозг он есть но он гораздо меньше по амплитуде он такой слабый нечетки и а вот такой сигнал мозг соответственно обрабатывает плохо но и варианты когда часть волка мне не реагирует на этот не дают импульс у мозг и тогда мы тоже получаем такую реакцию нечеткую и очень слабую и еще особенность таких детей заключается в том что у них то этот нерв срабатывает волокно срабатывать то не срабатывает и поэтому то ребенок реагирует на звук то не реагирует на звук что еще может быть нарушено это вообще группа при том что слуховые норопаты норопаты это группа внутри группы сенсионавральной тугоухости диагноз которым которым обозначают детей с различной степени тугоухостью к сожалению стойкой неизлечимой она по себе сама по себе неоднородно мы понимаем что среди них есть например дети у которых нерв в принципе работает нормально но при этом по каким-то причинам погибли либо волосковые клетки внутренние нарушенные сохранное либо нарушена передача от волосковых клеток слуховому нерву то есть нарушена синаптическая передача почему я говорю так много деталей потому что именно это позволяет понять почему одни дети слуховой норопатии вообще не нуждаются в аппаратах и у них более-менее с нарушениями задержками но развивается речь другие дети им нужен аппарат но он им почему-то не помогает есть дети которым аппарат помогает есть дети которых может быть вторая третья и четвертая степень тугоухости глухота может быть да по поведенческим реакциям но им не слуховые аппараты не помогают ни коклеарная имплантация не помогает а есть дети которым прекрасно помогает коклеарная имплантация поэтому это очень разнородная группа и проблема заключается в том что на сегодняшнем этапе развития медицины науки мы не можем точно диагноз поставить диагноз что именно нарушена у ребенка поставив ему диагноз слуховая норопатия мы можем иметь очень разных детей и так причины слуховой норопатии сегодня весь научный мир уже понимает что наиболее часто встречается значит эта причина слухового возникновения слуховой норопатии это глубокая недоношенность вообще глубокая недоношенность это всегда у ребенка это всегда означает что какие-то проблемы развития не зря он оттуда выпрыгнул так рано да это высокий уровень белирубина выявлено что это может быть генетическое нарушение выявлено 4 гена мутации в которых приводят к нарушениям слуха по типу слуховой норопатии раз это часто дети с глубоко недоношенные то это дети у которых что еще происходит у них происходит такая задержка общее развитие да и очень часто их плохие реакции на звуки вот что в чем затруднение еще диагностики таких такого заболевания что у них и так есть задержку общее развитие и на нее очень легко списать и то что ребенок плохо реагирует на звуки то что он плохо понимает речь это что он плохо говорит у него эту структуре вот общей задержки развития лежит как вообще производится диагностика слуховой норопатии но вообще это пазл вообще любая диагностика это пазл то отсюда нам нужно данные разных исследований для того чтобы прийти к диагнозу слуховой норопатии какие обследования наиболее важны это регистрации слуховых вызванных потенциалов потому что для слуховой норопатии характерно от либо их отсутствие либо реакция на очень громкие стимулы при том что реаги ребенок реагирует поведенчески но на очень тихие звуки может реагировать это конечно регистрация от акустической эмиссии она должна быть но примерно у 3 детей она отсутствует к моменту когда мы проводим это диагностическую обследование исчезла и тогда здесь нам очень помогает и поэтому это особый режим регистрации слуховых вызванных потенциалов это на регистрации микрофонного потенциала и конечно это поведенческие реакции на звуки и анамнез да когда вот только еще даже не было только начин появилась сведения о том что есть такой диагноз слуховой норопатии я вообще такая древняя что я была в момент когда еще не было приборов для регистрации вот акустической эмиссии и вот у меня появлялись дети у которых нет потенциалов при этом есть реакции на звуки да и меня специалисты мне звонили были и педагоги особенно инна васильевна вот вы написали что у ребенка четвертая степень глухота потому что потенциалов нет потому и написала а у него есть реакции на голос вот это неправильно вы ошиблись но я естественно вызываю ребенка опять провожу исследовая обследование такого ребенка потенциалов мне как не было так и нет а а педагогу я же тоже доверяю он он молодец он просто так не выдумывает такие вещи и я хочу понять в чем проблема я объясняю что знаете вот у меня нет потенциалов я не знаю как это объяснить но потенциалы не появились от того что я их напишу что они есть когда их нет ничего не поменяется поэтому сейчас наблюдаем за ребенком да чувствуйте слово наблюдаем никак ничего не делаем наблюдаем и конечно приостанавливаем процесс слухопротезирования когда такая противоречивая ситуация и вот появился прибор и тут у меня появилась вот новая загадка какие-то чудесные дети у которых есть эмиссия которая должна быть при норме слуха не то чтобы при небольшом снижении а при норме слуха и нет потенциалов ну и вот уже раскрутилась это диагностические все инструменты и появилось первое предположение что есть такой диагноз слуховой нарпоте и в любом случае вот очень важны именно в совокупности с этим поведенческие реакции на звуки да и как он был такой период когда ко мне звонили в лорнии родители из разных городов и стран и просили на обследование я объясняла что вы можете там своем городе этого особенность это большой город и я знала что там есть хорошие специалисты пройти такое же обследование как у меня зачем вам ехать нет нет мы хотим к вам ну хорошо давайте какие проблемы у ребенка год не у ребенка то реагирует на звуки только нет и первое что я задавала вопрос вы недоношенные у вас высокий уровень билирубина у вас бронхолеговичная дисплазия мама мне в ответ да откуда вы знаете потому что вот это типичное поведение на звуке детей со слуховой нарпоте и диагноз поэтому вот спросить она на знам поведенческие реакции как он реагирует на звуки потому что мама таких детей говорят вы знаете вот вчера вот было вот я что-то там брякнула что-то там сказал уже и он повернулся вот это проявление нестабильных реакций на звуки это очень характерный симптом слуховой нарпоте и и как развивается слух и речь у детей со слуховой нарпоте и но вот это как раз ситуации когда мы должны сказать родителям что они развиваются по-разному что при слуховой нарпоте и есть дети у которых речь развивается вполне благополучно при этом это конечно всегда будет ребенок задержка речевого развития он потом выйдет на диагноз общее недоразвитие речи очень часто таких детей диагноз слуховой нарпоте не ставится потому что они так и не дошли до сурдолога они благополучно идут по линии таких логопедических детей и среди детей в логопедической детских садах встречаются дети с слуховой нарпоте у которых нет этого диагноза потому что они не прошли с обследования а все считали что это чисто логопедические дети ну вот появляется сразу эти кетка сенсорная там аллалии на каком-то таки сенсомоторной аллалии потому что не у моторика отстает это может быть ребенок у которого диагностировали слуховой нарпоте и надели слуховые аппараты причем это как раз те дети у которых нередко слуховые аппараты надеваются сначала только на занятия а потом уже по ситуации принимается решение будет ли он носить аппарат целый день и многие носят аппараты слуховые целый день это аппараты нередко с небольшим с небольшим усилением потому что степень таких детей небольшая на 1 2 но аппарат помогает детям более четко слышать речи соответственно развиваться и речь есть дети слуховой нарпоте у которых большая степень тугоухости тугоухости вообще у таких степень тугоухости определяется не по вызванным потенциалом как всегда у маленьких детей мы прежде всего используем эти данные а по поведенческой аудиограмме и это как правило аудиограмма делается не один раз для того чтобы понять такие средние пороги слуха у такого ребенка и часто у многих детей в течение первого второго года жизни эти реакции улучшаются потому что происходит созревание и слухового нерва и других слуховых центров слуховых центров мозга и реакции становятся более четкими но встает вопрос нужно ли носить слуховой аппарат это это вопрос решается индивидуально для каждого ребенка и это зависит от степени снижения слуха которые есть у ребенка вот точно попытка ношения слухового аппарата должна быть если есть проблемы очевидные с тем как ребенок слышит тихую речь да не громкую речь и это обязательно должно происходить с участием сурдопедагога потому что во время тональной аудиметрии в аппаратах мы получаем слишком мало информации для того чтобы оценить ее эффективность ношение аппарата должно быть достаточно длинная длительная для того чтобы принимать решение о том что аппарат ребенку нужно носить постоянно и именно такая настройка ему подходит потому что во время единичного консультации единичного тестирования ты эту пользу от аппарата не увидишь когда нужно ребенку со слуховой норопатии вот собственно решение кохлеарной имплантации вот очевидное решение когда мы имеем большие высокие пороги слуха соответствующие четвертой степени глухоте и здесь понятно что да вот он не слышит аппарат скорее всего будет неэффективен потому что он не обеспечивает синхронную стимуляцию слуха волокон слухового нерва и все понятно мы делаем имплантацию при этом мы не знаем по большей части исхода вот если у ребенка с обычной сансонавральной толгоухостью мы знаем о сделали имплантацию ребенок будет развиваться хорошо то вот здесь мы этого исхода не знаем точно и мы должны предупредить родителей о том что что 75 процентов детей слуховой норопатии дает хороший результат кохлеарной имплантации они понимают речь они развиваются как обычные дети глухие а 25 процентов это вот те самые у которых может быть серьезно нарушена работа слухового нерва и тогда хотя реакции на звуки улучшаются да вот это по сравнению с тем что без импланта и с имплантом да есть улучшение реакции на звуки но достичь вот разборчивого восприятия речи у них не удается но что удается с точки зрения речи но кто скажет он слышит свой голос и это означает что ему легче научить говорить кто скажет еще улучшается восприятие слухозрительное потому что он видит губы да и это для него будет так ну как минимум 60 процентов информации и он слышит вот эти интонационно-ритмическую структуру слова который не передается по губам да и какие-то элементы фонемы он тоже слышит поэтому слухозрительное восприятие для такого ребенка это решение проблем можем ли мы предсказать результаты коклеарной имплантации с какой-то вероятностью конечно же да ну первое что нам важно это данные компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии да она очень важна на которой видно виден объем слухового нерва вот если он маленький у таких детей нередко выявляется аномальное строение слухового нерва и там просто мало волокон это конечно нехороший прогноз да мы сразу предполагаем ограниченные возможности развития слухового восприятия мы сами их ожидаем мы с мамой это обсуждаем да и во время занятий мы не делаем стопроцентную ставку на слух мы должны словарь 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 и понимать что нам нужна очень мощная зрительная поддержка для этого но бывают дети которые даже при таких не очень хороших не то чтобы совсем плохих но не очень хороших данных мрт дает хорошие результаты по слуховому восприятию как минимум в тихих условиях что еще нам поможет нам поможет если перед обследованием перед операцией будет проведено обследование по регистрации кахлеографии но не во всех центрах это проводят если там хороший нормативный потенциал это тоже хороший прогноз из таких поведенческих вещей да я бы сказала так что если я увижу у ребенка хоть какой-то эффект от слухового аппарата при слуховой наркопатии для меня это всегда хороший прогноз для кохлеарной имплантации если у ребенка при этом еще вот он у него хороший модулированный голос он какие-то элементы фонем он передает при восприятии это тоже показатель неплохой передачи информации вот этим они не очень хорошо работающим слуховым нервом после реабилитации до после коклеарной имплантации после подключения в чем специфика работы с детьми с котлеарными имплантами я бы сказала то что ты всегда должен понимать что подводные камни с точки зрения слухового восприятия у таких детей очень возможны и это означает что ты не должен делать вот стопроцентную ставку на слух датут не тормозит развитие ребенка что гораздо больше подключать чем с обычными детьми после кохлеарной имплантации зрительный канал для восприятия там тот же раненавых чтения не очень ограниченное время работы за экраном по развитию слухового восприятия знать что у них слуховое восприятие может развиваться медленно да потому что когда ты не видишь результат какое-то время то что руки опускаются ты вообще уходишь от слухового восприятия вот здесь нужно быть терпеливым этого должно быть немножко чтобы не тратить все время только на канал который плохо и медленно восстанавливается но при этом не опускать руки и развивать его использование fm систем это то еще одно из решений который который во всем мире применяется в отношении детей слуховой норопатии причем не только детей которые носят импланты аппараты а даже те которые не носят никаких устройств в принципе того слуха который у них есть им достаточно но в шумных условиях у них резко затрудняется восприятие этот ребенок может например в школе в детском саду использовать эту систему для того чтобы лучше понимать речь педагога в шумных условиях на расстояниях но конечно ведущим здесь фактором является с точки зрения обучения ребенка замедленный темп речи замедленный темп речи он улучшает вот это синхронное возбуждение слухового нерва и поэтому на занятиях замедленный темп речи это то зачем очень внимательно нужно следить постепенно темп речи можно убыстрять да а во время занятий переводя ребенка с материала который он уже в замедленном темпе воспринимает на более быстрый темп но понимать что это серьезная проблема часть детей со слуховой норопатией мы тоже должны это осознавать это дети которые не научатся понимать речь на слух и у них большие трудности развитие устной речи в связи с этим а также связи с тем что значительная часть детей со слуховой норопатией это дети имеющие дополнительное расстройство это глубоко недоношенные дети да и возможно им понадобятся альтернативные средства коммуникации и здесь очень важно вовремя это понять для общения для обучения ребенка какой набор набор классические это жесты если параллельно с речью если ребенок и зрительным предъявлением если ребенок у него подвижность рук достаточно это карточки пекс которые я люблю все равно использовать вместе в этом смысле система макатон для меня вот такая правильная система потому что я не знаю и жест убегает и речь убегает и артикуляция убегает это очень кратковременное явление а карточка остается что позволяет ребенку с трудностями запоминания видеть что я говорю я слышу есть объект есть еще письменная форма слова которые мы там подспудно закладываем ребенка который еще не умеет читать поэтому использование их и во время занятий для того чтобы осваивать какие-то слова и произношение слов и в процессе общения потому что ну вот буквально недавно у меня был ребенок со слуховой норопатией трехлетний он уже очень много может хочет сказать у него столько желания общаться и абсолютно нет средств общения да вот кроме и все что у него есть но иногда мама 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 он уже хочет это отнести к маме и иногда это адресовывается к маме но поскольку у него и звуковой репертуар крайне ограничен у него нет средств общения это ребенок конечно чувствует себя психологически очень комфортно мы начали использовать и жесты параллельно учить мамы договорились там на неделю нам три жеста до обязательно карточки а под эти жесты тоже подложим и используем и уже это облегчило жизнь за неделю поэтому участие таких детей нужно вводить эти средства даже если мы рассчитываем что они будут развиваться речь просто ребенок уже большой ему три года ему нужны средства общения что еще хотела сказать вот вопрос о коклеарной имплантации хотела поделиться с вами вот сейчас у нас например с моими коллегами вообще очень сложная ситуация у нас есть ребенок слуховой норопатии говорящий ребенок которого диагноз слуховой норопатии поставлен 6 лет проблемы со слухом были всегда но какие-то таинственные загадочные и вот этого ребенка временами первая первая степень тугового почти норма а временами четверка мы перепробовали все слуховые аппараты ребенок не понимает речь при том что иногда у диаграмма практически норма он не понимает речь он отлично читает по губам слуховые аппараты пробовали перепробовали fm-системы пробовали перепробовали нет эффекта вообще встает вопрос о коклеарной имплантации который нам очень всем трудно принять это решение потому что временами ребенок передает аудиограмму норма вот такого я еще не видела от нормы до четверки вот по большей части это четверка но временами это будет первая практически норма и при этом не понимание речи встает вопрос о коклеарной имплантации как ее сделать ребенку с такими данными аудиологическими очень непростой вопрос на что мы рассчитываем но первое о при отборе пациентов на коклеарную имплантацию есть два пункта связанные со слухом первый пункт пороге слуха больше 90 децибел этот ребенок все-таки выдающий иногда норму слуха конечно никак не проходят до второе этот низкая эффективность слухопротезирование адекватного аппаратами подбирались аппараты и на первую степень и на четвертую степень до ребенок интеллектуально сохранен вообще-то учится в массовой школе между между прочим как он с таким слухом освоил речь невозможно я вот не представляю как это произошло но это факт и здесь мы склоняемся к решению кохлеарной имплантации уже год как бы вот это навеса все время взвешиваем бесконечное обследование бесконечные попытки решить это безоперационным путем на что рассчитываем на рассчитываем на то что с кохлеарным имплантом у таких детей слуховой нерв возбуждается более синхронной значит мозг получает более четкую информацию и значит возможно будет распознавать речь вот такая вот история проблемная и нередко родители детей слуховой нервопатии меня спрашивают вот особенно несколько таких мам были которые долго принимали решение я их понимаю я их действительно понимаю потому что временами ты слышишь видишь как ребенок реагирует на звуки даже на негромкий голос и не хочешь делать операцию их вопрос был такой елена васильевна вы не гарантируете что у ребенка будет понимание речь не гарантирую никто не может гарантировать мы можем говорить о том что улучшится эти реакции за счет синхронной стимуляции слухового нерва но в каком объеме он сможет понимать речь только на слух не можем сказать мы можем из опыта работы с другими детьми слуховой неропатии говорить о том что вот какие плюсы у нас будут и вот конкретно случае вашего ребенка какие плюсы говорят о том что развитие слухового восприятия будет лучше чем без кофлярного импланта вот собственно все теперь я включаю комментарии и жду надеюсь я справлюсь ситуации да итак попробую посмотреть кто может это что-то уже написал пока все присоединяются но теперь смотрим вопросы может быть кто-то уже пишет спасибо большое за эфир я надеюсь что я его сохраню потому что прошлый эфир у меня не сохранился не знаю почему трудно сказать может быть я его перезапишу потому что конечно слепоглухие это очень особая группа но вот со временем как-то мне обойдется вы можете конечно написать мне в инстаграм единственное что я такая двоечница ничего не нет ха уже появился правильный хороший вопрос спасибо катрин да о пошли вопросы классно сейчас будем отвечать не всегда сразу отвечаю я ничего не успеваю потом я с инстаграмом плохо очень работаю поэтому прошу писать сильно почту потому что я ее читаю регулярно не один раз в день я еще плохо вижу поэтому поэтому на большом экране компьютера я все внимательно вижу все понимаю и поэтому успеваю поэтому буду стараться но вот все уже заметили что очень большой задержкой отвечая иногда не отвечаю потому что пропустила что-то отвечая на вопрос об как личный вопрос как отличие слуховой норопатии от сенсорной аллалии вообще если использовать только поведенческие методы то эти дети не отличаются вот чтобы было понятно это максимальное сходство собственно раньше когда мы не умели диагностировать слуховые норопатии я уверена что большая часть детей которые присваивалась этикетка сенсорная аллалия это были дети большая часть не все конечно же дети со слуховой норопатии просто не умели диагностировать вот замечательный был ученый она врач-психиатр и логопед была наталья николаевна трауга как раз специалист по сенсорным аллаликом она описывает таких детей в своей замечательной книжке сенсорной аллалии и этот портрет слухового норопата тогда не было этих методов сегодня мы можем отлично их разделить для этого у ребенка должны провести атаку стическую эмиссию вызванные потенциалы импедансиметрию но и все остальное разумеется что будет упасть у ребенка с сенсорного аллеи будет эмиссия или микрофонный потенциал и не будет слуховых потенциалов мозга что будет у сенсорного аллалика у него должна быть эмиссия у него должны быть потенциалы отличные на звуки тихой громкости вот эти объективные методы позволяет это это разделить но конечно же бывает то что называется смешанные формы и отсутствие ребенка наверное наличие ребенку слуховой норопатии не исключают а с высокой вероятностью предполагает том или моем объеме за действенность слуховых центров мозга и вот это с точки зрения диагностики более сложная ситуация слуховой норопат выяснить что оценить что там еще центральные слуховые расстройства вот если он чисто сенсорный аллалик от слухового норопата мы хорошо разделяем если это слуховой норопат прояснить если у него еще поражение центральных отделов мозга очень сложно так скажите пожалуйста через полтора года после подключения ребенок что должен уметь говорить понимать и так далее ну дети бывают разные но через полтора года после подключения ребенок должен понимать если у него нет ни дополнительных нарушений он должен понимать часто используемые фразы как быту его словарь должен если он был нулевой на момент имплантации с точки зрения пассивного понимания он может превышать уже 200 слов что он может говорить если у него нет дополнительных нарушений он уже говорит двух треусловные предложения с нарушениями звукослогового состава слова то есть он может пропускать слоги часть звуков еще не говорить если всего этого нет то надо искать причину в чем проблема всегда начинаем с того что оцениваем как он слышит потому что может быть неправильная настройка может быть какие-то центральные слуховые расстройства когда ребенок не реагирует на звуки это диагностика уровня сформированности слухового восприятия дальше развлечение фонем да для того чтобы за полтора года у ребенка в соответствии с слуховым методом должно быть сформирован фономатический слух если мы все делаем правильно это зависит соответственно от методики работы ну и с точки зрения говорит надо оценить нет ли у него дополнительных речевых нарушений они достаточно часто встречаются у детей с нарушенным слухом ну и опять же методика соответственно работы будет тоже влиять на результаты поэтому сначала диагностика диагностика настройка слух артикультурный аппарат то есть он может быть сам по себе как я говорю ваш ребенок плохо бы говорил даже если у него была нормальный но был нормальный слух у него были все равно серьезные проблемы с речи потому что есть дополнительное нарушение так извините может пропустила говорили про стволомозговую имплантацию не говорили про стволомозговую имплантацию это отдельная тема но вы правы в отношении детей с тяжелой формы слуховой нарпотии этот вопрос может вставать когда и бывают случаи когда ну то есть как правило эта ситуация детей со слуховой нарпотии которые нельзя сказать что прямо слуховая нарпотия в классическом виде как десинхронизация а у детей у которых есть аплазия то есть отсутствие слухового нерва это немножко другой вариант бывают ситуации когда это делают детям у которых неудачная не то что неудачная не дала эффекта кохлеарной имплантации это связано с работой слухового нерва это диагностировано если мы подозреваем нарушение слуха то отправляем в первую очередь к сурдологу да конечно первую очередь к сурдологу и в отношении этой группы детей я всех специалистов дефектологов да ну должна предупредить что квалификация дефектологов может быть разная сурдопедагогов логопедов квалификация врачей сурдологов тоже может быть разная вот если говорить о детях слуховой нерва пати здесь должен должен быть очень четкий протокол обязательно должна быть сделана отоакустическая эмиссия обязательно должна быть даже если это ребенку 10 лет если есть подозрение да вот об этом возникает вот эта десятилетняя девочка которая в нашем городе 6 лет первый раз поставили диагноз слуховой нерва пати потому что что ее делали ее направляли в связи с проблемами слуха на аудиограмму на аудиограмме она давала практически нормальный слух как правило да и и и все на этом ограничивалось обследование потому что таких больших детей ну вот это основной метод а вот когда только сделали после многократных жалоб маму что ребенок не понимает речь что мне ваша аудиограмма у нее проблемы с пониманием речи то тогда сделали наконец-то вот акустическую эмиссию вызваны потенциалы и там обнаружили потенциалов нет эмиссия есть есть микрофонный потенциал бах слуховая неропатия это очень сложный диагноз поэтому не просто к сурдологу а именно с тем чтобы объяснить маме что все обследования нужны вы же понимаете если врачу мы объясняем что ему надо делать он очень ему не нравится это здесь нужна вот такая деликатность и настойчивость для того чтобы получить чтобы ребенка провели те обследования которые необходимы для слуховой неропатии если у вас год назад по если у вас год назад поставить неропатии поставлю 8 лет за год ношения аппарата в понимании речь не поняла за год ношения аппарата в понимании речи в быту так вопрос какой вопрос не поняла ну хорошо я рекомендую да вообще всех детей с нарушениями слуха есть рекомендации это оценка проверка слуха каждый полгода год насилия аппарата точно нужно прийти на консультацию для того чтобы оценить прогресс и понять правильно ли мы все делаем у нас просто будет медленный темп развития или нам нужно какие-то новые шаги делать поэтому раз в год уж точно приходить на консультацию к сурдопедагогу который занимается который имеет опыт работы с такими детьми обязательно прийти на консультацию к врачу-сурдологу для того чтобы решить что со слуховыми аппаратами все у нас правильно нужно ли что-то подкорректировать поэтому так при сенсорной норопатии есть эхололеи отличный вопрос вообще какие вы молодцы правильные вопросы все задаете что такое хололеи это когда ребенок повторяет за взрослым слова как бы слушая с него и не отвечая на вопрос да ты и до трех лет это нормальный механизм овладения речью то есть ребенок взрослым говорит какие слова он их повторяет это способ такое запоминание слова способ уточнения произношения потому что я говорю мой маленьком ребенку смотри собачка собака афа он говорит собака да 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 собака афа и взрослый как бы повторяет давая ребенку еще раз эталон для послушать после трех лет сохранения этого механизма считается что это уже признак каких-то нарушений и это может сохраняться и во взрослом даже возрасте при определенных нарушениях например при аутизме при тяжелой при задержке психического развития если говорить при сенсорной норопатии то то здесь это зависит от того насколько у него вообще развивается речь для того чтобы что-то повторять том что есть дети которые с прислуховой норопатии которые без коррекционной работы по развитию речи на основаны на вижу и тактильных ощущениях они не заговорят в принципе есть дети у которых сопровождается это такими грубыми нарушениями артикуляции как самостоятельном нарушении что они тоже будут не говорящими а мычащими детьми поэтому механизмы хололея на самом деле требует достаточно хорошего слушания то есть хорошо как бы слышат отдельные фонемы и хорошего развития произносительных навыков поэтому я бы не сказала что это характерный симптом сенсорной слуховой норопатии она не сенсорная норопатия а слуховая норопатия как стоит вводить язык жестов не будет ли это проблемой мотивации к речи когда стоит вот почему у нас поменялось отношение к жестам в работе с детьми с нарушениями слуха вообще традиционно жесты сурдопедагогики это то что вот то что табу если мы хотим научить ребенка говорить мы не должны использовать жесты потому что ему легче освоить жест конечно же чем произнесение слова и если мы дадим ему в руки жест он будет этим пользоваться и это такое отношение к жестам а частично можно оправдать в то время когда не было слуховых аппаратов имплантов потому что конечно не слышащий ребенок ну поехали да все понятно что он будет легче ему увидеть ему нужно увидеть жест такой один простой крупный до мою артикуляцию на слово хорошо да вот ее запомнить вот это движение губ и ты ничего не слышишь конечно будет использоваться и осваиваться это вообще если ты с маленькими детьми используешь жесты параллельно с речью то он сначала осваивает жест пока пока потом потом папа папа да но он одновременно слышит и видеть и то и другое но проще осваивать это не я как-нибудь покажу в видео просто не показываю одно для меня очень такое явно лекциях всегда показываю но очень значимая просто давно не видела родители а видео старое и мне нужно их разрешение на то чтобы разрешить это показать здесь а они в другом городе мне их не застать вот там как раз занятия с очень маленьким ребенком буквально третий четвертый день после подключения с имплантом и там параллельно с речью используется жестом и вот видно как ребенок сначала повторяет скажем жест кошечка мяу мяу потом говорит безмолна потом говорит ау на то есть у нас начало осваивать жест но потом артикуляцию потом подключает к этому голос это в пределах одного занятия но мы используем все вместе он осваивать все равно первый жест потому что это крупная макромоторика поэтому если ребенок носит аппарат и имплант и взрослые не замолкают а сначала говорят а потом добавляют жест то ребенок будет же помогать ему осваивать поэтому это можно показано на детях с нормальным развитием маленьких что жест помогает овладению ребенком значением слова и ребенок который маленький с нормой развития начинает использовать жесты он начинает уже два когда способен говорить он уже говорит целыми предложениями главное не замолчать а носить аппарат и имплант спасибо дина динара за оценку что эфир невероятно полезен так 3 4 степень тугоухости генетическая и норопатия может быть совместно доношен на ребенок все анализы были в норме в три с половиной года говорит и понимает реагирует даже слуховых аппаратах через раз вот не поняла норопатия может быть совместно смысле это вопрос наверное да то есть ему ребенка поставили 3 4 степень тугоухости генетическая коннексин я так понимаю что это коннексин у нас в основном на коннексин доношенный все анализы в норме говорит и по ней говорит и понимает так ну так а в чем проблема он в аппаратах он говорит и понимает три с половиной года а реагирует слуха аппаратов через раз даже слуховых аппаратов через раз имеется ввиду что надо повторить вот не очень поняла вопрос что с нашими детьми и по поводу того что реагирует через раз реагирует на что реагирует на звук на имя на понимание предложение на понимание просьбы, вот это надо сразу же смотреть. Во-первых, мы наших детей подсаживаем часто на то, что мы повторяем всё время, и они ждут повторения, и они не слушают. Поэтому проблема слухового внимания это вообще отдельная проблема. Как он реагирует, надо проверить на зрительные стимулы. Если есть большая разница в реакциях на зрительные стимулы, он на них очень быстро реагирует, а на слуховые медленно, то, конечно, это проблема слухового восприятия. Я бы оценила здесь вообще слуховое внимание, убрала бы вот эту привычку повторение ребёнку как норма. Я ему сказала, он там где-то летает, и я сразу повторяю. Я таких детей, как я говорю, снимаю с этой привычки. Я говорю, так, всё, я повторять не буду. Ты где? То, что ему 3,5... Сколько там лет? Не помню. А, 3,5 года. Ничего не значит. Я не буду говорить больше. Ну, конечно, я скажу. Я предупредила его, что он должен внимательно слушать. Я обязательно включу игры на развитие слухового внимания как отдельное направление работы. Оно реально проблемное, но при этом это означает, что, может быть, это не нейропатия, а скорее центральное расстройство слуха. Но, с другой стороны, понимает речь. Значит, если он, не зная, сколько носит аппарата, но если он при этом научился понимать, понимать речь, в каком объёме, максимальная длина предложения, это вот опять диагностика для того, чтобы понять, в чём проблема, и что нужно сделать для того, чтобы уменьшить эту проблему и двигаться дальше. У ребёнка аноэропатии сделали в 2 года первое ушко, я так понимаю, имплантацию. Все голосовые звуки слышат, то есть вероятность того, что слышат, есть вероятность, но есть вероятность того, что слышат кашу. Как нам быть? Так, сколько сделали? 2 года назад. Ну, вот диагностика. Ничего не могу сказать, да, нужно понять, что слышит, да, что различает. Максимальная длительность различаемых слов, например, если он уже различает какие-то слова по контуру слова, может он различить слова, не опираясь на контур слова. Это вот такая, ну, как сказать, поэтапная диагностика развития, формированность слухового восприятия. Сколько слов он может запомнить, для того, чтобы понять, что он, слышит он кашу, и какая степень каши, там, это перловка у нас, всё-таки там какие-то кашенки видны, или у нас прям манка, манка, манка. Вот диагностика. Поэтому, что могу в таких случаях написать на почту мне, да, я вам вышлю какое-то количество анкет для заполнения, да, вот я вот теперь уже понимаю, что такой формат работает. Если вы питерские, то приходите в сурдоцентры и записывайтесь ко мне на консультации, мы разбираемся живьём. Если это всё далеко, особенно пандемия сейчас, в Лорнии опять, к сожалению, ситуация осложняется. Поэтому я вообще на амбулаторном приёме не работаю, не смогу принять. Поэтому пишите в почту, высылаю анкеты, заполняйте анкеты. Я по этим анкетам какое-то суждение выношу, а потом может быть дистанционная консультация дополнительная. Поэтому диагностика. У меня в практике был мальчик с меняемщийся показателем слуха от второй-четвёртой степени. Очень похож на слуховую норопатию. В пять лет сделали КАИ. Хороший результат. Прекрасный ребёнок и семья, да? Ну, вот раз коклеарная имплантация, потому что такая картинка может быть иногда и при центральных расстройствах слуха, хотя реже бывает, чтобы от двойки до четвёрки. Поэтому это, скорее всего, в пользу слуховой норопатии. очень рада, что у вас хорошие результаты, потому что с такими детьми не знаешь, чего ждать. Но вот это как раз те с вами 75%, у которых хороший результат. какова выявляемость в регионах? Насколько судороги, наверное, сурдологи, а не судороги, да, осведомлены и могут диагностировать в регионах? Как часто встречаются в структуре нарушения слуха? Так, ну, частота встречаемости слуховой норопатии. По данным разных авторов, это от 3 до 8%, по некоторым данным, до 10% среди всех детей, которым ставятся этикетки, сенсорно-вральная или нейросенсорная тугоухость. То есть в медицинской классификации слуховой норопатии отдельно, вот есть у нас такой талмуд МКБ-10, где есть всякие заболевания с кодом. Слуховой норопатии пока там нет, там она внутри нейросенсорной тугоухости или сенсорно-вральной тугоухости. Поэтому диагноз часто, вот мы пишем, по крайней мере, у нас, мы пишем так, коды заболевания нейросенсорной тугоухости, Сенсорно-навральная или нейросенсорная тугалкость такой-то степени по данным поведенческой аудиометрии, а в скобках слуховая норопатия. То есть, поскольку по статистике нужны диагнозы по МКБ-10, сначала дается диагноз по МКБ-10, потом слуховая норопатия. Поэтому это где-то от 3 до 10% по данным разных авторов. Теперь, насколько сурдологи осведомлены в регионах. Вы знаете, сейчас всё больше и больше. Я думаю, что большая часть сурдологов, если они совсем прямо, им не под 80, не под 60, которые такие… Нет, всем, чтобы было понятно, я 65+. Поэтому они же бывают разные люди в разном возрасте. Поэтому здесь есть люди, которые на гребне передовых всех сведений, они поддерживают свои знания, очень активные. У меня среди моих коллег такие прям замечательные есть, я их обожаю, которые заряжают всё молодёжь. И поэтому… Ну, есть люди, которые, как-то говорю, не верят в современные достижения. И, в общем, такие нюансы не погружаются, к сожалению, так. И поэтому часто пропускают слуховую норопатию. Надо провести очень подробное обследование у ребёнка, у которого 4 года, и сурдолог там погремён погремушкой, сказал что-то, голосом ребёнок повернулся, а у него там ещё есть некоторая моторная задержка. Он говорит, ну и что, вот он слышит всё, он у вас как бы нервная система, идите лечитесь у невролога. Это очень типичная ситуация. А он не провёл всех обследований объективных. Возможно, у него даже приборы есть, но он этого не делает. Поэтому ситуация в регионах очень бывает разная. Именно поэтому я дефектологам, родителям объясняю. Вам надо получить данные обследования от акустической эмиссии обязательно, чтобы они были вызованные потенциалы, обязательно с режимом регистрации микрофонных потенциалов. Только тогда мы можем исключить слуховую норопатию. Даже если ребёнку 15 или 16 лет, если у него всё время наблюдались вот какие нарушения, нестойкие проблемы со слухом, нестойкие. Есть ли связь между аудиторной норопатией? Да, вот есть второе название у слуховой норопатии – аудиторная норопатия. Потому что в нашей литературе это, значит, вообще заболевание, диагноз такой, аудиторная норопатия, сделали на Западе. Некоторые специалисты, они просто калькой перевели это название. У нас же также и аудиторный нерв, который слуховой нерв, на самом деле. Это из этой серии. Но это ещё одно название, как синоним абсолютно, и патологии почек. Я не встречала таких данных. Ребёнок доношенный. Панель генов несиндромальной наследственной тугоухости – норма. Я не встречала таких данных. Порой, спасибо за вопрос. Потому что бывает, ну поскольку это 4 гена точно обнаружены мутации, в которых вызывают аномалии по типу слуховой норопатии. Поэтому, раз это гены, то гены, к сожалению, контролируют производство разных белков, которые участвуют в разных процессах. И поэтому это может быть нарушением. Мы вообще, как бы, у детей со слуховой норопатией, это может быть синдром слуховой норопатии, да, какие другие нарушения. Но не уверена, что… Вот вы уточните по про панель генов, что, может быть, не все делали обследование, потому что не все гены делают у нас. Не все точно. Когда встает вопрос о коклеарной имплантации, у ребенка 4 года носит аппарат с 3 лет, прогресс в слуховых аппаратах есть, но относительно медленный. Да, вот это решение, которое, ну, принимают для каждого ребенка, вот, отдельно, это не вопрос возраста. 3-4 года – это уже большой возраст для понимания того, нужна коклеарная имплантация или нет. Это однозначно. То есть с точки зрения возраста, если чего-то ждут с точки зрения возраста, то это неправильное решение. Здесь нужно принимать решение, хватает этого аппарата или не хватает, и даст ли нам больший результат коклеарная имплантация. Это решение вот такое. Поэтому это опять диагностика и обсуждение коллегиальное. Это дефектолог, сурдолог. Данные всех обследований очень внимательно анализируются совместно для того, чтобы принять решение. Так, вы говорили о коклеографии, можно подробнее, что дает это исследование. Это исследование дает информацию о, соответственно, состоянии частично слухового нерва, да, поэтому… Ну, и еще частично синаптическая передача, но здесь важнее всего, что это состояние слухового нерва. Поэтому это обследование, к сожалению, проводят не во всех центрах. Ребенок 9… Ой, опять что-то я делаю. 9 лет, КАИ сделано 6 лет назад, все слышит, но когда говорит, начинает просто набор букв. Получается, что мы… что нам делать… на что нам делать нагрузки по занятиям. Вот все слышит. Мне интересно, а что понимает, да, потому что слышит может вот ребенок со слуховой нерва пати и все звуки на расстоянии 10 метров, и он слышит их, но он не различает. Поэтому что понимает, что различает, да, это опять диагностика. Если все различает, но, например, плохо понимает тогда, при том, что все различает и все фонематические слухи различают, стоит вопрос, что это проблема памяти, проблема запоминания слов, связывания их со значением. И это означает, что это не просто ребенок слуховой нерва пати, а как раз ситуация слуховой нерва пати плюс центральные расстройства. Если он все понимает, значит, у нас нет центральных слуховых расстройств, но при этом каша во рту, да, с точки зрения звуков, то это у нас речевое расстройство, и поэтому здесь другая тактика ведения – диагностика. Так, клеарная имплантация при аудиторной нерва пати в идеале одно или двухстороннее. Бывает лишь, что нерва пати выбрали не то ухо для имплантации, да и в целом, как при нерва пати выбирается ухо для операции. Любовь, я так понимаю, что, наверное, Любовь Сюрда – это, наверное, мой коллега из Белоруссии. Я, может быть, ошибаюсь, но вдруг. Добрый день на всякий случай. Всегда при выборе уха для имплантации для односторонней на первом месте у нас что? У нас данные компьютерные, а в данном случае и МРТ-обследования, томографии МРТ-обследования. Потому что как раз дети слуховой нерпатии – это те дети, у которых могут быть какие-то аномалии слухового нерва. И тогда нам, если у нас там всё хорошо, нам в этом смысле следующее, что для нас будет ведущим, это если ребёнок носил аппарат, то будем ли мы оставлять аппарат, или мы всё-таки… Вот если это ухо лучше, то, может быть, нам… Если второе ухо совсем плохое и как-то не реагирует на звуки, то не будем рисковать, будем делать на лучше слышащем ухе для того, чтобы он понимать, что имплантация сделана на том ухе, которое работает, функционирует правильно. Про двухсторонние имплантации из опыта знаю, что у нас были случаи, когда вторая имплантация, первое ухо вроде выбирали правильно, а даёт не очень хороший результат, а второе ухо нам очень добавит разборчивости. Поэтому это опять ситуация такая очень индивидуальная, но первый очень внимательный анализ. КАТ обязательно, МРТ, обязательно смотрим на данные аудиограммы, на то, как он слышит в том или в другом аппарате, можем ли мы потом комбинировать аппараты или имплант, или одно ухо с аппаратом вообще очень плохо слышат, и тогда всё-таки не будем рисковать результатами имплантации, будем делать её на лучше слышащем ухе. Вот прямо вот это, это пазл, 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 и двигают, как вы видели в моём картинке с пазлом, там двигают разные люди, да, они обсуждают разные специалисты с разных позиций. Ой, слушайте, сколько вопросов сегодня? Ой, так, что-то я... Старший ребёнок имплантирован, второй ребёнок 2 года, слух в норме, но не говорит. Так, ещё раз, старший ребёнок имплантирован, значит, большая степень снижения слуха. Второй 2 года, слух в норме, но не говорит. Младший, так, то есть она строй детей, четвёртый, младший, четвёртый, четверо детей. Третья степень, может быть, у нас такой диагноз? Ну, может быть, конечно же. То есть старший, что хочется всё-таки спросить, делали ли обследование слуха на коннексин, потому что как 2-2 ребёнка, ну, один уже диагностировано с нарушением слуха, второй нормальный, а третий опять нарушение слуха, такой диагноз может быть. И это наводит на мысль о том, что это генетическое нарушение. Просто, если это коннексин, например, то оба родители являются носителями этого гена, но вероятность того, что у них родится ребёнок с нарушенным слухом 25%. То есть у меня есть семьи, в которых трое детей, все три ребёнка глухие, то есть родители каждый раз попадали в эти 25%. Но у них с вероятностью 50% мог родиться ребёнок 25%, норма слуха 50%, он бы был носителем этого гена, но при этом нормослышащим. Поэтому это может быть. Рекомендую сделать генетическое обследование на коннексин. У ребёнка СНТ четвёртой степени проимплантировано в год и семь. Говорит хорошо, понимает. Второе ухо появилось в 3,7. Прошло три месяца после второй операции. Речь разваливается. Говорит много, иногда просто набор слов. Ну, то есть я понимаю, что это проблема второй имплантации. Что это значит? Так, год и семь. Значит, четвёртая степень. В год и семь посещение. Второй ухо в 3,7. Прошло три месяца. То есть сейчас четыре. Так, ну, это первая ситуация. Посмотрите эффект про вторую имплантацию. Их несколько было. Потому что когда мы ребёнку в год и семь, он уже научился хорошо, уже в год и семь, сделанный в три, через два года, он говорит и уже хорошо понимает, да, то мы когда надеваем второй новый имплант, он в нём не слышит, не понимает ничего. И в том числе не понимает себя, и у него может нарушаться произношение, потому что вот это ухо, которое ещё не научилось слушать, мешает ему контролировать, значит, у него сформирован контроль собственной речи, мешает контролировать собственную речь. Поэтому там должен соблюдаться такой хороший режим соотношения, когда вы носите одно ухо, когда носите второе ухо, когда носите два уха вместе, когда вы носите и делаете упражнение с одним новым имплантом, чтобы оно научилось хорошо слышать. Но это должно пройти. Я вот так оцениваю по вашему описанию. Поэтому посмотрите, пожалуйста, эти эфиры. Это вам поможет. Если что, пишите мне в Инстаграм или на почту, лучше всего, как всегда. И я детальнее отвечу. Здравствуйте. Какие основные рекомендации пишет сурдопедагог в ПМПК детям с коклярными имплантами в школу и в коррекционный кабинет? Так, это совсем другая тема. Мы про это говорили в одном из эфиров. Это был совместный эфир со Светланой Ильиной, которая работает в ПМПК и одновременно является мамой имплантированного ребёнка. Мы про это говорили. Это первое. Кроме того, из того, что я... Сейчас в ближайшее время выходит очередная книжка, которая называется «Ребёнок с нарушением слуха в условиях инклюзии». И там будут примеры таких описаний. Вот что могу сказать. Это в ближайшее время выходит. Но посмотрите этот эфир. Это другая тема. Может быть, я ещё скажу это. Здравствуйте. У нас тугоуха четвёртой степени. Он вообще не слышит или немножко есть слух, и мне непонятно. С этим диагнозом он может говорить. Четвёртая степень. Если это четвёртая степень и глухота, ребёнок слышит достаточно много звука в слуховых аппаратах. Вообще, при четвёртой степени ребёнок, если взрослый человек умеет, когда-то слышал и говорит, то если я буду кричать в ухо через четвёртой степени, он будет узнавать слова. Кричать в ухо. Но с детьми ситуация сложнее. У них нет этих слов, поэтому они их не узнают и не могут говорить, соответственно. Но кроме того, у нас четвёртая степень может ставиться и ребёнку, у которого реально глухота, и четвёртая степень. При глухоте крик в ухо не слышит. Поэтому мой опыт показывает, что все дети, которым пишут диагноз, то есть 98% детей, у которых пишут диагноз четвёртая степень, это дети, у которых есть остатки слуха, позволяющие им, ну, например, первое, что вы сделаете, проверить, слышит ли он, когда вы бьёте, возьмите деревянную коробку пустую и бейте они ложкой очень громко. Но вообще нужен барабан, низкочастотные звуки. Вот глухие дети без аппарата слышат такие звуки. Стук в дверь слышит. Это не вибрация, а именно стук в дверь. Например, вы ребёнка держите на руках, стучите в дверь, вибрация нигде не проходит, и он это слышит. Когда он надевает аппарат, он слышит большую часть звуков средней громкости на близком расстоянии, он слышит голос на расстоянии 2-3 метра, а то и побольше может слышать. Поэтому он слышит, и, соответственно, научить говорить его можно слухозрительно. И четвёртой степени может быть ребёнок, которому достаточно аппарата. Это четвёртая степень, которая ближе к третьей степени. И это четвёртая степень, которая ближе к глухоте. И тогда нужно поднимать вопрос о коклеарной имплантации для того, чтобы обеспечить ребёнку возможность слышать все звуки речи и, значит, учиться говорить посредством слуха. Спасибо большое. Так, ещё опять вопросы. Да, ребёнку год и 9. Диагноз слуховая нейропатия по КСВП. По КСВП у всех у них глухота. По СССР вторая и третья степень сопутствующие ДЦП. Слуховой аппарат пока не носит. Ну, первое. Если по СССР и по поведенческим реакциям вторая и третья степень, ребёнку, конечно, нужны слуховые аппараты. Другой вопрос, что у детей, у которых есть ещё ДЦП, с высокой вероятностью есть центральные нарушения слуха. И поэтому таких детей сложнее приучить и к аппарату, да, у них вот это движение такие, при которых аппарат вынимается. То есть почитайте книжку «Помощь детям с нарушением слуха» для того, чтобы понять, как решать вообще проблемы с аппаратами и как приучить ребёнка к аппаратам и как получить от них пользу от аппаратов. Второе. Сейчас говорим на ухо, близко у уха для того, чтобы вот этот остаточный слух, который у ребёнка есть. А второй, третья степень, ребёнок, скорее всего, у неё такая нисходящая диаграмма, будет очень прилично слышать интонацию в речи. Ну, например, вот такой звук он будет слышать, и это не только развивает слух, но он начинает обращать внимание на звуки. Но аппарат надеваемый, конечно же. Слуховой аппарат пока не носили, но всё понимает по ощущениям, реагирует на звуки. И девять слов, лепечет. Нормально, стоит ли думать о КАИ? Это вот как и продолжение, сейчас посмотрю. Это то же самое. Да, это то же самое продолжение. Но всё понимает по ощущениям. Вот слово понимает по ощущениям, я не очень понимаю эту комбинацию. Это ощущения, это у нас и слуховые, и зрительные, и, соответственно, тактильные, телесные ощущения. Реагирует на звуки и девять слов, то есть он их узнаёт, но это, соответственно, второй степени означает. Лепечет. Это нормально? Это нормально, конечно же, да. Раз лепечет, то я вас поздравляю, у вас не такая тяжёлая форма ДЦП, значит, у нас есть шанс на то, что будет как-то развиваться речь, раз губы слушаются, и это разнообразие. Стоит ли думать о коклеарной имплантации? Нет, стоит пока думать о слуховых аппаратах, да. Вторая степень – это не такая степень. Ну, а дальше смотреть по результатам. Сейчас слуховые аппараты. Благодарю за ответ. Четвёртая степень – первое ухо 1,7, понимает, говорит хорошо. Второе ухо – ой, мы с вами очень долго сегодня. Второе ухо в 3,7 прошло 3 месяца после операции, речь разваливается. Бывает набор слов. Это особенность после второго уха? Ну да, да, это особенность после второго уха. Мы заканчиваем эфир, потому что мы перебрали. Я часы сегодня забыла поставить. Не знаю, прям, сохранится он или нет. Я его завершаю. До свидания, до встречи. Вопросы пишите в Инстаграм. Вопросы пишите в Инстаграм.